Добрый день! Я хочу вернуться к очень интересным фактам о магии астрологии Канненербе. Чем она меня поразила? Я еще раз как-то прослушала. Это переводится «Наследие предков», там длинное название «Борьба за наследие предков». Но дело в том, что изначально это были энергии чисто Тора. Они рисовали руну, но не только. Воевали они со славянами, но свястика – это как раз славянский бог Каледа. Это его энергия. Это энергия именно Каледы. И носили они на себе религиозный символ. Они носили на себе руны. А руны считаются как бы и вестники смерти. Почему? Потому что, нося их на себе, они потребляют вашу силу жизненную. Если у вас нет магической, значит жизненную. И поэтому даже все рунологи, они носят 2-3 дня, но они к этому приспособлены, не связаны с этим. На них эта сила подходит, и то они никогда не делают это долго. Поэтому я, когда использую руны, я черчу их только на бумаге или на картах, в основном на камне, пользуясь. И сама я никогда их не активирую. Потому что это тяжело. Я пользуюсь активацией через скандинавских богов или любых богов. И тогда они год могут быть. Я даже больше уезжала. У меня лежали почти год и 8 месяцев. И ничего, с ними не были год. А потом я забыла их удалить. Уехала на 8 месяцев. И приехала уже и их вынесла. Просто забыла. Ну, вернее, не забыла, я не могла приехать. И потом еще я приехала, не сразу это сделала. Я нашла их еще через год. И они лежат и уже силу не потребляют через такое. А так вы не можете их на себе носить. Они везде пользовались этими рунами. И сколько я поняла, ничего они не платили богам. И носили на себе свастику. И она их просто съела за несколько лет. Я считаю, эти символы. И, кстати, там работали и тибетские монахи, и астрологи. Одного я еще видела в 90-х. Такой Вронский был. Самое интересное, они все прожили потом хорошую жизнь. Дожили до 70-90 лет. Все, кто работал в этой группе. В общем-то, почему они ставили опыты в этих концлагерях. А силу шла на жертву, на Гитлера, на победы. Поэтому он даже светился. И все, кто занимался магией, там они дожили очень глубоко, далеко за 70. И прожили еще счастливую жизнь. То есть их это защитило. И Гитлер тоже бежал. Борман бежал. И основал там, в Америке, между прочим, основал свое общество. И часто он говорил Гитлеру, который жил в Аргентине в тайном поместье. «Что у нас час близок, победа близка. Мы воспитываем новое поколение». Это читала очень большую статью, кто занимался этим исследованием. Гитлер жил в тайном поместье. То есть этих запас. Вместе со своей Евой у них были дети. Ну вот дальше обрывается. Только что после смерти Гитлера этих слуг всех людей убили. Это описывали люди в свое время, которые туда ходили убираться. Таким образом пошел слух. Многих убивали и всех убили после смерти Гитлера. Но в итоге эти руны их просто съели. И это свастика за опрещенный символ носить на себе религиозный. Поэтому я говорю, что религиозные символы не так все просто и легко. И рунологи не чертят руны на себе больше нескольких дней. И их не используют. Ни даром и ни зря. Поэтому та же свастика, да, это благое движение Солнца. Но это религиозный знак. Они им воспользовались вовсю. Солнце их удачей взошло. По рунам, в общем-то, так как они с Тором именно были связаны. И себя причисляли потомками Тора. По Тору они преломили все. Сломали все. Но потом пошла откачка энергии. И это все рухнуло. Я считаю, очень повезло именно на магии. Рунической магии. И потом пошло это расширение. Они искали и святые мечи, и в Антарктиду ползали. Вплоть до того, что там есть как это совершенно мифическая вещь. Очень интересно, что они организовали под материком Антарктида себе Швабию, великую страну. И когда туда сунулись американцы в 43-м, они с этой Швабии выскочили на летающей подводной лодке, разгромили их полностью и ушли в свою Швабию, что Гитлер потом ушел в Швабию. Ну, это уже фантастика. Если у них были летающие подлодки в Швабию, почему бы они не использовали их в дальнейшем фронте? Это логично. Проигрывать Гитлер вовсе не любил. И, кстати, вот откуда Шваб вылез. Явно со Швабией. Так это взял себе. Швабия со Швабой. Их мифический. Третий рейх. Великий. Который закончился полным крахом. И Борман обещал Гитлеру, что он построил этот же Четвертый рейх. У него все получилось. Сидел он в Америке на финансах. И использовал это золото арийцев, награбленное, для создания своей партии. И Гитлер, Гиммлер, вернее, и Сталин были учениками иезуитов. Я сейчас обязательно сделаю расклад. И от них он очень много почерпнул этих знаний, Гиммлер. Этим ему не удалось бежать. Единственное, у него слишком было много рук в крови. Но и то он избежал повешения. Он раскусил капсулу и благополучно умер. Тоже без страданий. То есть по магии они ушли от ответа. Но, правда, многие погибли. Солдат, который занимался именно группой Анинерби, они вошли в тот момент, где они сидели. Он видел там трупы и буддийских монахов. Все, кто-то погиб, но большинство выжили и закончили без страданий. Вот сила магии. Но она их выпила до конца. Такие тотальные жертвоприношения. Как бы их использовали как фишку. И что еще было интересно, почерпнули экстрасенсы все. Они их путают, эти все спецслужбы, экстрасенсы. Маги мы для них все медиумы на одно лицо. Они все спрашивают там про оружие, что какой кабинет, какой кабинет, кто в нем сидит, какие документы, те многие считывают. Но смысл, что они говорили, что войну вы никакой магии не остановите. Я полностью согласна. Потому что я это говорила еще сразу же. Два года назад вы это не остановите и не можете остановить. Если бы боги ее развязали, они отпользуются и точно ради вас ее не свернут. Это участь военных уже. Каких бы там ни было, это не область магии. Наша область, это магическая война. Магов. Вот такие интересные заметки про Аненербия. И вот мой вывод, что просто это их. Это все, в общем-то, чужие, конечно же, наработки исторические. И все. Заметки. Из всего, что я прочла и услышала, их выпила магия. То-то, что их поклонение Тору. И сложная система должна быть откупов и все, и договоров, и к лиде. Они, в общем-то, у них два бога, у которых, чью они взяли, но смысла ее не поняли. Кому они обращаются? К славянскому богу, к лиде. Он же Спиридон, Санцеварот, он же Святой, которым назвали это имя. Дали так же, как и с богиней Бригитт, которая отвечает за имболк, назвали Святой Бригиттом. Выдвинули своего Святого. Святой Бригитта. что меня еще потрясло до глубины души в Святых, это Игнатий Лайола, основателем Ордена Иезуитов, который придумал Инквизицию, был канонизирован, и он Святой Игнатий. Для меня это было шок. Хотя многие говорят, что Игнатий Лайола был обычным солдатом, и его просто выдвинули, придумывали другие. Но, как известно, это уже историю, покрытую таким мраком, не разберешь. Но теперь он Святой Игнатий. Вот на этом я прощаюсь.